Александр, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, Кремль и МИД выразили беспокойство по поводу обострения ситуации. Вчера была проведена спецоперация азербайджанской армии. В целом, те соглашения, те пункты, которые были предусмотрены трехсторонним соглашением, очевидно, армянской стороной не выполняются. И к чему армянская сторона растягивает этот процесс? Я имею в виду вывод армянских вооруженных сил с территории Карабаха. На самом деле, конечно, в Армении есть реваншеские настроения. То есть любой ценой затянуть процесс это как минимум, и они надеются взять реванш. Соответственно, конечно, Пашинян не может их не учитывать. Ну и второй момент. Армения не самая богатая страна далеко. И в интересах армянской экономики полная нормализация внешней торговли и отношений с соседями. Но, видимо, реваншизм старше. И, соответственно, они не делают то, что им выгодно. Им выгодно реально нормализовать отношения. Но амбиции, по крайней мере, у части руководителей, они старше. Делают они плохо прежде всего себе, потому что расклад настолько однозначный, что ни о каком реванше нельзя говорить. У них просто сил нет на этом совсем. Может, желаний много, но надо чем-то подкрепить экономикой, армией и так далее. Вы затронули вопрос экономики. Неужели экономические плюсы от разблокирования коммуникации, от налаживания отношений с соседями, от новых логистических транспортных маршрутов, которые, несомненно, принесут определенные, очень конкретные плюсы для армянской экономики, неужели они перевешивают, как вы сказали, ремашистские настроения, которые старше? Экономические плюсы понимают экономисты, экономические плюсы понимают просто образованные люди. А здесь настроение старше, амбиции старше. В России есть точка зрения, что прежде всего настроение реванша, они в диаспоре, в Штатах, во Франции и так далее. Соответственно, Армения сначала думала, что Россия ей поможет, теперь она надеется, что Франция и штат ей помогут. Хотя, в общем, понятно, что эти надежды пустые. Война очень суровая работа, и никто за Армению воевать не будет. Но они как-то думают, надеются, что кто-то за них повоюет. А вот это многоголосие среди официальных лиц Армении. Секретарь Совбеза заявляет, что дорога альтернативной Лачинскому коридору не согласована. На следующий день министр инфраструктуры говорит о том, что дорога чуть ли не уже строится и будет завершена чуть ли не к весне. С чем это связано, вот это противоречие в высказываниях официальных лиц? На самом деле это очень плохо, когда у официальных лиц нет единого мнения, нет единой позиции. Как мы видим, Армения как страна слова не держит. И там 7 пятниц на неделю. Это просто говорит о том, что в Армении надежный партнер, а можно сказать, где-то не состоявшийся государство. И это создает соседям, прежде чем Азербайджану, большую головную боль. Но что делать, соседи не выбирают. Это действительно так. Но вот как дальше будут развиваться события? Можем ли мы быть свидетелями каких-то конкретных, уже принятых решений со стороны армянского руководства? Вы знаете, я думаю, что они будут тянуть дальше кота за хвост или отрубать кошки хвост по частям. Но результат будет следующий. В итоге это армянская власть или другая будет нормализация внешней торговли, нормализация экономики. Более того, Карабах – это не Южная Осетия, это не Приднестровье. Это особая история. Я думаю, что российские войска, как срок истечет, они покинут. Кстати, в свое время Россия так развозила, например, войска из Сербии. Еще там в начале нулевых годов. Поэтому это отдельная история. Я думаю, что те инвестиции, которые уже идут в Карабах, сделают Карабах очень привлекательной историей. Ну, прежде всего, для туризма. По крайней мере, я сам думаю, из Москвы съездимся. Это действительно очень красивейшие земли, замечательные пейзажи. Ждем вас. И спасибо за ваш комментарий. Вам спасибо, Баку, привет. Спасибо, до свидания. Я напомню, на прямой связи со студией CBC был российский эксперт-политолог Александр Разуваев. Продолжение следует...